Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы представляем первую главу послания к евреям. Как я уже сказал, это послание не имеет видения и начинается с некого такого очень высокого, высокопарного рассуждения, смысл которого, может быть, не сразу очевиден. Речь идет о Боге и о его спасительных деяниях. Бог, многократно и многообразно говоривший издали отца и пророков, в последние дни говорил нам Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил. Так, прежде всего, послание говорит о Боге. Боге, который говорит. И этот говорящий Бог, он будет присутствовать в всех текстах. Тем самым подчеркивается, что Бог живой и действующий в истории. Притом обращался он многократно и многообразно через пророков. И эта повторяемость, она является свидетельством некого несовершенства, некой незаконченности. Если что-то мы в жизни повторяем, значит, результат еще не достигнут. Значит, то, что мы сделали до этого, не обладает совершенством. А тут сюда многообразие форм и различия в проповеди. Но эту линию заканчивается в последние дни проповедью Сына Божию. И то, что автор послания говорит уже о последних днях, что связано с напряженным и психологическим ожиданием в ранней церкви, свидетельство того, что это откровение будет завершающим и окончателем. Сын — это последняя точка в череде предшествующего откровения. И сразу же меняется план, и мы видим о том, что Сын поставлен наследником всего, через которого Он сотворил веки. Дело в том, что, конечно, эта идея и это вступление, оно очень напоминает нам, по крайней мере, начало вступления пролог к Евангелию от Иоанна, ну, может быть, кто лучше знаком с текстом Нового Завета, и вступление христологически, Дим, послание Колосина. И именно там встречаются указания на то, что Сын Божий является сотворцом этого мира. И эта идея, она подчеркнута из книги «Премудрости». В Ветхом Завете есть целый блок книг «Премудрости», и на страницах этих текстов «Премудрость» выступает как некая действующая сила. Она помогает Богу в творении, она соучаствует в творческом замысле Божьем и в его реализации. И вот эти идеи Ветхозаветного наследия, они творчески используются здесь в видении послания к евреям. И самое главное – это то, что говорится дальше. «Сей, будчи сиянием славы и образом ипостаси его, держа все силы свои, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престолу в Величество на небесах». И так, именно здесь раскрывается то, для чего и ради чего Сын воплотился и вошел в этот мир, будучи связан с Богом славой, являясь его отражением, то есть неким подобием, явлением или продолжением. И продолжая промысел Божий о мире, он совершает очищение грехов. Очищение грехов – это священнический акт, потому что в Ветхом Завете грехи очищались исключительно через жертвоприношение. И поэтому эта фраза – это первый сигнал, это указание на то, о чем это послание будет говорить дальше. И, собственно говоря, если мы будем внимательно читать Евангелие, то такие же указания мы встретим и в начале евангельских текстов. Во второй главе Евангелия от Матфея говорится о том, что Эммануэл избавит свой народ от грехов, когда ангел обращается к Иосифу. В Евангелии от Луки, тоже в первой главе, в песне Захарии, говорится о назначении Мессии. Он освобождает от греха. И, наконец, Евангелие от Иоанна. Одно из первых наименований Иисуса Христа, которое мы встречаем, здесь это агнец Божий, который берет грехи мира. То есть избавление от греха – это тот главный посыл, это начальная точка новозаветных текстов. Именно от этого отталкивались священные писатели для того, чтобы раскрыть, как бы дать камертон того, о чем он будет писать дальше. И здесь это тоже такой первый сигнал, который дальше будет раскрываться, раскрываться, который даст вот эту замечательную музыкальную палитру, о которой нам с вами еще предстоит говорить. И здесь говорится о том, что сын наследовал славнейшее имя. Для нас, конечно, с вами наименование Иисуса Христа сыном является чем-то обыденным. Мы к нему примыкли. Оно не содержит ничего нового. Но на самом-то деле те предикаты, те определения основные, которые мы встречаем на страницах Нового Завета – Сын, Христос, Господь – они окончательно приложимы к Иисусу Христу в его уже прославленном состоянии. И вот здесь тоже есть такое смелое утверждение, что окончательно Сыном Иисус Христос стал именно тогда, когда Он стал наследником всего. Схожие мысли мы встречаем и в других текстах. Например, в книге «Деяния», когда апостол Петр в день Пятидесятницы обращается к собравшемуся, он говорит «Десницы Божьей Вознесенной Господом и Христом сделал его Бог». В словах апостола Павла в антиохийской синагоге 13 глава 34 книг «Деяний» мы видим, «но Бог воздвиг его из мертвых, как написано в Псалме 2, «ты сын мой, я сегодня родил тебя». А в заглаве послания к римлянам, римлянам 1, 2, апостол Павел пишет «Открылся Сыном Божиим по воскресенье из мертвых». И, наконец, самый, наверное, известный библейский текст послания филиппийцам 2, 9, 11 «Бог превознес его и даровал ему имя, которое выше всякого имени, Иисус Христос, Господь, слава Бога Отца». То есть все эти тексты предполагают, что перечисленные христологические титулы «Сын Божий», «Христос», «Господь» стали окончательно приложимы лишь к прославленному Иисусу Христу, потому что именно прославление завершает его служение. Именно там, заняв первенствующее место в мироздании, он окончательно стал тем, кем он и был, конечно, до этого, но этот статус подтверждается именно тем, что он занимает первое место в мире. Он – Господь, он – Христос, он – Сын Божий и наследник всего. И дальше мы встречаем необычное сравнение, сравнение Сына Божия с ангелами. И мы можем задать вопрос, а зачем проходит это сравнение, для чего оно необходимо, зачем надо? И такое сравнение, оно не является необычным. Опять же, обратимся к вами, к тем видениям, которые находятся у евангелистов. Прежде всего, Евангелие детства у евангелистов Матфея и Луки. Что мы там видим? Ангелы, они выполняют некую служебную функцию по отношению к Богу-младенцам. Это видно и из повествования евангелистов Матфея, и из повествования Евангелия от Луки. И еще один момент. Первая глава Евангелия от Иоанна заканчивается встречей Спасителя с Никодимом, которому он дает обетование. Увидите ангелов Божьих, сходящих и нисходящих на Сына Человеческого. Следовательно, эта идея, этот посыл, превосходство Иисуса Христа над ангелами является отправной точкой и для Евангелия тоже. Кстати говоря, в Евангелии от Марка искушение заканчивается тем, что, говорится, ангелы служили ему. То есть вот эта служебная функция, это подчиненное положение ангелов по отношению к Иисусу Христу, оно является исходным моментом для повествования евангелистов. И почему такое сравнение необходимо? Для чего оно нужно? Потому что мы знаем, что ангелы, они выполняют в библейском рассказе служебную функцию. Они являются посредниками между человеком и Богом. Естественно, они больше человека, но эта тема еще будет оспариваться дальше в послании к евреям, но понятно, что, конечно, это явление небесного мира, мира, который недоступен человеческому восприятию. И вот по сравнению с этим небесным миром Иисус Христос выше. Почему? Здесь автор послания приводит ряд текстов Псалтирии, при том, использует их он очень интересно. Он говорит о том, что эти тексты, которые иногда, и это совершенно очевидно, относятся к Богу, а он переставляет и говорит о том, что они относятся к Иисусу Христу, свидетельствует именно о превосходстве. В чем же здесь дело? Прежде всего, как мы уже видели, Бог объявляет себя его отцом. Это первая глава, пятый стих. Я буду отцом, и он будет мне сыном. Ты сын мой, я ныне родил тебя. То есть, речь идет об неких уникальных отношениях, настолько близких, что ангелы не могут на них претендовать. Они им просто-напросто недоступны. Дальше. Он царь на вечном престоле. Восьмой и девятый стих. А у сына престол твой Божий во век века жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Дальше. И мы уже эту идею с вами встречали. Он изначальный, существующий и неизменный творец этого мира. Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дела рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь. И все обещают, как риза, как одежду свернешь их. И, наконец, он тот, кто разделит с Богом его власть и всемогущество, к ногам которого будут положены все враги. «И кому из ангела сказал Бог?» 13 стих 1 главы. «Бог, сидя, десну и мне, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Не в силе они, суть, служебные духи, посылаемые на служение тех, которые имеют наследовать спасение». И тем самым этот текст, раскрывающий величие и превосходство Иисуса Христа на ангелом, он является удивительным, я бы сказал бы, уникальным видением. Видением, как мы уже видели, которое вполне сцеплеродно и созвучно тому, что мы встречаем с вами в начале у четырех евангелистов, но в то же время имеющий собой смысл, хотя и то, схожий с тем, что в Евангелии. Почему Евангелие начинается так? А потому что они как бы раскрывают, они нам показывают, кем был Иисус Христос. И что мы имеем в евангельской истории? Евангельская история начинается с того, что Иисус Христос приходит на Иордан к Иоанну Крестителю. Мы не знаем, кто этот человек, что он собой представляет, и почему Иоанн именно так относится к его крещению, даже препятствуем это делать. И Евангелие детства, они выполняют роль своего рода визитной карточки, или бы сейчас мы сказали презентации. Они, рассказывая об обстоятельствах их детства, показывают нам, что эта личность уникальна, что она необычна. Они нам некоторые пророчества говорят и в будущности, и потом эта будущность уже дальше раскрывается нам с вами в евангельской истории. И вот для нас с вами здесь тоже важен контраст, ведь евангельская история, она заканчивается крестом, голгофой, мучением. И точно так же поступает и автор послания к евреям. Он раскрывает величие Христа, он говорит о том, что он действует вместе с Богом, что он творец мироздания, что он с Богом разделяет славу и величие. А дальше, дальше во второй главе он будет говорить о том, как он страдал, и о смысле его Боговоплощения. То есть, тем самым, первая и вторая глава, как и евангельское повествование, они строятся на этом контрасте, на этом противопоставлении. Тот, кто намного превосходит ангелов, оказывается, вдруг, почему-то, в униженном состоянии, в состоянии обездоленности, он переживает страшные страдания. Для чего это необходимо? И вот об этом мы будем говорить дальше, уже во второй главе. Но здесь, что очень важно, первая глава, она заканчивается словами, не в силе они суть служебные духи, посылаемые для служения тех, которые имеют наследовать спасение. С чего начинается глава? Что Сын Божий стал наследником всего. Второй стих. А дальше вдруг у этого единственного наследника появляются со-наследники. А если они становятся со-наследниками, то значит речь идет и о усыновлении верующих в Богу. То есть они для того, чтобы стать наследниками, должны быть обязательно сынами Божьими. И вот интересно, что в следующей, второй главе уже имени Сын по отношению к Иисусу Христу не употребляется. Зато появляется множество сынов, о спасении которых подробно говорит автор послания. АЛЛЕВЕКС 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 АЛЛЕВКС